Всем привет! Наконец-то можно выпустить ролик на любимую тему. ВОЗ заявила, что количество случаев заражения COVID-19 в мире за последние две недели выросло на 30%. В основном это связано с известными подвидами штамма Omicron, однако появляются и новые. Насколько это опасно? Ждать ли новых ограничений? А также, конечно же, вакцинироваться и ревакцинироваться ли? И ждать ли новых вакцин? Вот обо всем этом я поговорил с хорошо известным вам американским вирусологом Константином Чумаковым. Константин Михайлович, расскажите, пожалуйста, о том, что у нас, я так понимаю, ждут новую вспышку, точнее она уже фиксируется постепенно и в некоторых странах уже тревога насчет того, что появились вот эти две новые мутации, точнее появились они несколько месяцев назад, но сейчас все больше распространяются. Что мы о них знаем, что мы о них можем сказать? Ну, это новые подварианты вот того же самого Omicron. Сначала он возник как три варианта. BA1, BA2 и BA3. И они вот так сначала был первый, потом второй, третий, так сказать, в общем-то так и не разгулялся. И они прокатились, собственно, по всему земному шару и успешно закруглились. Но сейчас появились два новых. Это BA4 и BA.5. Что их отличает друг от друга? Они постепенно становятся все более и более удаленными по своим иммунным, иммунологическим свойствам от исходного варианта коронавируса. Поэтому люди, которые переболели и которые привились, они не в такой степени защищены против этих вариантов по сравнению с исходным вариантом. Это один аспект. То есть, как бы эти штаммы постепенно, так сказать, убегают от иммунного ответа. Это первый аспект. Второй аспект, почему сейчас в некоторых странах наблюдается такой подъем, это то, что все-таки с момента прививки у большинства людей прошло уже некоторое время. Мы знаем, что иммунитет к этому вирусу, как натуральный иммунитет после болезни, так и выработанный за счет прививки, он недолговечен. Он как бы становится... Люди способны заразиться по новой. Но, тем не менее, эффект прививки в основном заключается в том, что люди болеют легко. И сейчас практически те, кто заболевает... Это, в общем-то говоря, не такое тяжелое заболевание, какое было в самом начале. Это скорее похоже либо на простуду, либо на такой легкий грипп. В общем-то говоря, люди редко попадают в больницу, и смертность от этих вариантов стала меньше. В основном за счет, как я уже говорил, за счет действия прививки и за счет того, что многие уже переболели. Подождите, вы же сказали, что люди гораздо меньше защищены, чем от предыдущих вариантов. Я помню, что вообще и сам омикрон-то, он уже пробивал прививку ощутимо, а эти еще больше пробивают. Так как же прививка и иммунитет, приобретенный после болезни, защищают? Он защищает в смысле того, что болезнь протекает в легкой форме. Люди заражаются. Вот сейчас я не знаю, как вокруг вас, но вокруг меня почти все переболели. Меня как-то пока фу-фу-фу это миновало. Но вот я кого-нибудь спрошу, все переболели. Но переболели так, на ногах. И в общем-то говоря, многие, совершенно очевидно, что это ковидно, но люди даже не ходят тестироваться. Потому что как бы это протекает в такой легкой форме. Поэтому я подозреваю, что во многих странах статистика сейчас стала еще хуже. Потому что люди просто не обращаются к тестированию. То есть статистика-то не стала. Число случаев увеличилось. На самом деле число больше, чем показывает статистика. Да, да. То есть как бы есть большое количество неучтенных случаев. Потому что люди, как бы, в общем-то говоря, в значительной степени перестали этого бояться. Все ограничения практически сняты. В Соединенных Штатах, по крайней мере, даже при въезде в страну не требуется больше никакого теста. То есть как бы поэтому в этой ситуации неудивительно, что во многих странах начался подъем. Тем более сейчас лето. И как вот мы заметили за эти три года этой пандемии, летом всегда наблюдалось подъем заболеваний. Потому что, ну, видимо, активность людей увеличивается. Во многих местах тепло и жарко. Кондиционеры работают. И поэтому люди больше проводят в помещении, чем это бывает весной и осенью. Поэтому тут много факторов. Но иммунологические факторы – это, во-первых, возникновение этих вариантов, которые постепенно убегают от старого иммунитета. И иммунитет, который постепенно снижается, садится. Поэтому сейчас, вот две недели назад, вот в FDA было заседание экспортного совета, который, так сказать, адвайзер коммитет, который рассматривал вопрос, ну, надо ли делать новые вакцины. И было принято решение, что да, было бы целесообразно сейчас создать вакцины на основе омикрона. И представители Pfizer и Moderna, они заявили, что они это могут сделать, что они планируют, с учетом всех, вот, так сказать, проверок и регистрации, где-то к октябрю месяца, наверное, такие вакцины будут доступны. То есть как раз к тому моменту, когда ожидается зимний подъем заболеваемости. Поэтому я подозреваю, что где-то к концу года, возможно, будет рекомендовано сделать еще один укол вот вакциной, которая уже будет подрегулирована под те штаммы, которые сейчас циркулируют, чтобы вот закрыть эту пропасть между вот старыми штаммами и новыми. Это предвосхитило один из моих вопросов, но тогда возникает другой. А получается все старые вакцины, ну, старые, вот, которые ныне действующие есть, они бессмысленны. Вот, например, у меня сейчас истекает год, как я сделал себе спутник, теперь у меня есть большой выбор зарубежных вакцин, там, где я нахожусь. Но мне сейчас получается делать-то, в общем-то, ее и бесполезно. Ну, не бесполезно, конечно, потому что, безусловно, если вы год назад уже привились, у вас иммунитет, наверное, достаточно сильно упал, даже по отношению к тому штамму, на основе которого вакцина была создана, и не говоря уже про эти новые штаммы. Поэтому, когда вы делаете еще один буст, вот этот вот бустерную прививку, то иммунитет сильно подскакивает, и он становится более широким. Поэтому это не бесполезно. Конечно, он был бы еще более, прививка вот этой вот новой вакцины, которую сейчас создают эти фирмы, была бы более целесообразна. Ну, просто потому что, ну, так же, как бывает в случае вируса гриппа, который время от времени, раз в два-три года, эти вакцины регулируются, ее как бы делают на основании современных штаммов. Я не знаю, как долго будет продолжаться вот такая же бодяга с коронавирусом. Вот, пожалуй, это, наверное, первый такой аджастмент, который будет сделан. А что будет через два-три года, трудно сказать. Но, в общем-то говоря, похоже, что все идет по предсказанному сценарию, что вот постепенно этот вирус стал эндемичным, и вот он так будет циркулировать в нашей популяции, не вызывая, впрочем, таких чудовищных последствий, как это было в самом начале. Ну, и в этом тоже вопрос. То есть мы видим такое, ну, условно говоря, ослабление вируса, хотя он меняется, но в более такую слабую сторону. Значит ли это, что более тяжелых форм мы можем не ожидать? Или есть какие-то опасения, что это может случиться? Нет, тяжелые формы, понимаете, люди с недостаточно хорошим здоровьем, с таким хромающим иммунитетом, конечно, для них риск, тем не менее, остается. Конечно, но это совершенно аналогичная ситуация с вирусом гриппа. Ведь во время эпидемии гриппа в основном страдают пожилые люди и дети, люди зрелого возраста, ну, практически, ну, это неприятно, конечно, они там выбывают из жизни, там, на неделю, и это малоприятная болезнь, но, тем не менее, они не умирают об этом. Все выздоравливают. Да, я имел в виду не более тяжких последствий для людей, а в том смысле, что более сильных, более агрессивных форм, более смертоносных форм вируса. Можем ли мы ожидать? Нет, я думаю, что нет. Вы понимаете, вот три года назад, когда вот началась эта пандемия, и меня начали спрашивать, вот, и это примерно то, что я всегда и предсказывал, что это некий закон природы, что новые вирусы, которые переходят с одного хозяина на другой, они, так сказать, сначала очень бывают потайными, но в силу того, что они как бы не умеют себя вести в новой ситуации, да и наша популяция человеческая, мы никогда не встречались, у нас нет никакой памяти об этом вирусе иммунологически, а потом постепенно, во-первых, а, вырабатывается память, а во-вторых, для вируса совершенно не нужно становиться более патогенным, для него вызывать тяжелую болезнь совершенно не нужно, это контрпродуктивно для него даже, понимаете, просто потому что вирус, если он человека убил или уложил надолго в постель, то для него это конец пути, потому что человек лежит в постели и практически никого заразить не может. Вирус, такой вирус, который вызывает тяжелую болезнь, ему труднее распространяться, а вирус, который, вариант вируса, который вызывает легкую болезнь, человек переносит его на ногах, человек ходит, ездит в метро и встречается с людьми и заражает гораздо больше людей, поэтому происходит вот такой селективный, такой отбор происходит на варианты вируса, на те мутации, которые ослабляют вирус, а не усиливают. Если возникает мутация, которую вирус усиливает, и этот вариант, эта мутация, так сказать, заражает, вирус мутации заражает какого-то человека, он ложится в постель, и все, на этом, так сказать, эта мутация элиминируется, и она исчезает. Поэтому это просто вот некий такой дарвиновский отбор и селективное давление достаточно сильное именно в сторону снижения патогенности. Поэтому это мы вот и наблюдали, вот этот последовательный ход этих альфа, бета, гамма, дельта и так далее, и омикрон, они постепенно становились все слабее и слабее, поэтому я думаю, что это и продолжится. И, кстати говоря, вот эти варианты В1, В2, В4, В5, они по своей патогенности не отличаются, они столь же слабенькие, как был самый вот первый омикрон-Би.1. Поэтому я не придержусь здесь вот каких-то более смертоносных вариантов. Ну и судя по этому, и судя по тому, что у нас это стало такой простудой, гриппом, может быть опасным для слабых категорий населения, но не опасный для людей здоровых, людей привитых, людей переболевших там и так далее, значит ли это, что новых ограничений мы можем не опасаться в ближайшее время в связи с коронавирусом? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Это сейчас вот буквально, там, не знаю, три недели назад в Америке сняли последние ограничения, которые были на въезд в страну, когда надо было тестироваться для тех, кто возвращается, или для посетителей. Где-то в мае месяце открыли страну для иностранцев. Поэтому здесь как бы сейчас очень трудно представить, чтобы это пошло вновь, потому что ситуация в Соединенных Штатах, например, сейчас достаточно спокойная. И я подозреваю, что может быть не только, потому что как бы эти... Хотя это БИА-4, БИА-5, они практически стали основными штаммами, которые сейчас циркулируют в стране. Просто, видимо, вот, так сказать, уровень популяционного иммунитета таков, что вирус пока... Здесь ему трудно разгуляться. Хотя это не значит, что дальше это будет то же самое, потому что постепенно иммунитет может спадать. И, кстати говоря, вот интересная закономерность. Я просто смотрел эту статистику. Те страны, которые полагались на популяционный иммунитет, такие как Швеция и Великобритания, они сидят спокойно. Сейчас вот в Европе сильные подъемы в Франции, Германии, Италии, а в Великобритании все более-менее спокойно. То есть там, где ограничения были меньше, но при этом дисциплина была выше, там по прививкам, по санитарным разным нормам, то там ситуация лучше, чем то, где были ограничения. Безусловно, там, где дисциплина, прививки делали в большем количестве, конечно, ситуация гораздо лучше. И там, где люди не делали, где власти медицинские не рекомендовали вот таких драконовских мер, когда допускали какую-то заболеваемость, и тогда это казалось как бы безответственно, как же так, смотрите, сколько случаев могли бы это предотвратить. Но зато сейчас они пожинают плоды, потому что люди переболели. И на самом деле вот то, что происходило в Великобритании, когда был большой подъем, вот предыдущий, это все вызывалось омикроном. Уже к тому времени патогенность была достаточно низкая. А вот до сих пор остались страны, которые в силу тех или иных причин были изолированы. Например, вот Австралия и Новой Зеландии, просто чисто географически. Им было очень легко устроить полный карантин. И первые два года пандемии они сидели, наверное, радовались, как они хорошо пересидели. А сейчас у них как раз вот, они компенсируют старицы то, что недополучили в первые два года. Сейчас там достаточно, вот волна за волной идут. И в конечном итоге на круг, так сказать, я думаю, что получится примерно то же самое количество заболеваний. Но может быть, единственное, что они сейчас получают омикрон, и уже у них есть вакцины, поэтому, может быть, это не оправдан. А вот что происходит в Китае, меня очень тревожит, потому что они до сих пор исповедуют, это то, что называется по-английски Zero Tolerance, когда они практически, как только появляется где-то случай, они сразу вводят карантин, закрывают целые города и так далее и тому подобное. В результате в популяции очень низкий иммунитет. Плюс к тому, что их вакцины, которые они сделали, оказались довольно малоэффективными. И вечно вот так вот сидеть на таком карантине вряд ли получится. Рано или поздно придется отпустить, и вот тогда начнется все это веселье, когда полуторамиллиардная страна начинает, так сказать, болеть действительно по полной программе. И это было превью этого дела было вот в Гонконге, когда, ну, Гонконг – это в сущности остров, да, и он изолирован от Китая в значительной степени, от материкового Китая. И там вот несколько месяцев назад разыгралась самая большая вспышка вообще о количестве случаев на душе населения за всю пандемию. С высокой смертностью, между прочим, которая была вызвана тем же омикроном. Просто потому, что, видимо, уровень иммунитета в популяции был очень низким, и даже вот такой «ослабленный» вариант, как омикрон оказался для них вполне тяжелым. Поэтому вот я очень опасаюсь, что если эта ситуация повторится в континентальном Китае, то мало не покажется. То есть, правильно ли мы понимаем, что суровые ограничения и все вот эти локдауны в общем были ошибочной политикой? Нет, я не могу так сказать. Я думаю, что это была правильная реакция в самом начале пандемии, когда мы буквально никто не знал, с чем мы имеем в виду, имеем дело. Потому что, если вы помните, в самом начале, когда все это пошло гулять по свету, вот, например, в Северной Италии, там смертность здесь достигала 17%. То есть, как бы, представляете, это было просто катастрофически, если это действительно оказалось так. Так, этот процент, конечно, был преувеличен просто за счет того, что была плохая диагностика и то, что это все начиналось именно в домах престарелых и так далее. Но все равно в самом начале пандемии смертность, так сказать, на круг была порядка 2%. То есть, из 100 человек заболевших 2 умирало, а еще большое количество оставались тяжелыми инвалидами. Поэтому это было оправдано. Но в какой-то момент, особенно когда появились вакцины, то во многих странах, ну, это так само по себе получилось, так сказать, эти меры были ослаблены. И, в общем-то говоря, тут нужно было правильно балансы соблюсти. Вот с одной стороны защитить наиболее уязвимых людей, а с другой стороны все-таки не думать, что мы сможем вот так навсегда это дело пересидеть. Потому что, как только вирус уже вышел на просторы, его остановить практически невозможно. И это новый вирус, мы про него тогда мало что знали, но аналогия с его родственниками, вот с теми вирусами, которые вызывают человеческие простуды, говорил, что иммунитет, такого типа вирусом бывает очень ненадежный. Просто наша иммунная система не очень, так сказать, умеет с такими вирусами бороться. Она может это делать, но иммунитет, который вырабатывается, оказывается недолговечным. Но, тем не менее, он защищает от тяжелых форм болезни, и это самое главное. И возвращаясь к вакцинам, ну, там Pfizer и Moderna отлично, но россияне до сих пор обречены на одну единственную вакцину «Спутник», ну, не считая там каких-то остальных. И тогда тут возникает вопрос, а можно ли ее модернизировать, поскольку она другого типа, нежели у модерна и у Pfizer, можно ли ее модернизировать под новый штамм и сделать это так же быстро? Я думаю, что это можно. Может быть, не так же быстро, но это возможно, потому что, собственно говоря, разница только в том, что в случае модерна, вакцины Moderna и Pfizer, это mRNA, которые можно просто синтезировать в пробирке, и вот уже вакцина, так сказать, сформулировать с этими липидами, наночастицы, это уже готовая вакцина. В случае аденовирусных вакцин это тоже можно, просто надо в этот аденовирус вставить другую вставку, этого шипа из другого штамма вируса. И это возможно. Это немножко более, так сказать, тут немножко больше кутерьмы с этим делом, но это возможно. Это тоже небольшая, может быть, на пару-тройку недель работать с этим. Но там, опять же, надо будет нарастить этот вирус, надо как-то это все, биотехнологический процесс здесь более сложный, в то время как эти mRNA-рнковые вакцины просто практически они изготавливаются в, что называется, инвитро, в пробирке. То есть тут не нужно никаких живых клеток, никаких культур. То есть технологически это проще сделать для mRNA-рнковых вакцин. Но аденовирусные тоже. И насколько я слышал, мне кажется, ну, по крайней мере, я не знаю, опубликовано ли это, но мне кажется, что вот создатели аденовирусных вакцин, они тоже думают о том, чтобы сделать вот такую обновленную вакцину. Я думаю, что они это вполне могут сделать. Если это действительно понадобится. Потому что я просто не знаю в теперешней ситуации как быстро в России эти варианты придут и какова будет эпидемическая ситуация в России. В России уже пришли и в Москве вот за сегодняшний день было выявлено самое большое количество заболевших с апреля. Поэтому, да, вспышка есть. Варианты эти в мае еще были зафиксированы в России. Так что в этом смысле Россия никак не отстает от остального мира. Не, ну, безусловно. Мне кажется, что это целесообразно было бы сделать. Я надеюсь, что им это удастся. Хотя сейчас в ситуации войны, как вы понимаете, все осложняется, потому что все эти технологии, это все импортное. Понимаете, все эти и питательные среды, и все эти оборудования, и запасные части, и все эти консюмабл, что называется, эти там расходные материалы, это же все импортное. И как это будет сейчас с завозом этих необходимых компонентов, я, честно говоря, не знаю. Ну, мне кажется, основное население России, большинство населения России как-то не очень будет переживать из-за того, что вакцина новая не появляется. Со старой ты, в общем, никак не сроднился. Очень большая часть населения России выступала против вакцинации. и до сих пор выступает. Я думаю, что против обновления они будут выступать еще больше. Да, я думаю, что вы правы. Скорее всего, это будет сложно. Так что новую вакцину будет еще больше преодолевать сопротивление российских граждан. Спасибо большое, Константин Михайлович. Спасибо. Нет проблем. Всегда с удовольствием. Кстати, также рекомендую наш ролик с Константином Чумаковым о пресловутых биолабораториях США на территории Украины. Заметили, что тема эта куда-то как-то сама собой рассосалась? Ну, ссылочку вы видите на своих экранах. Также найдете ее в описании к этому ролику. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также суперспасибо всем, кто жмет на кнопку суперспасибо. До встречи в Breakfast Show с понедельника по четверг с 9 до 11 по Москве, Киеву или Вильнюсу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова